Уверена, что вы и не знали о таком музыкальном жанре, который стал орудием бандитских группировок и вывел страну на шестое место по количеству убийств в мире. ФААМУ Это разновидность музыки из Лесота в Африке, состоящая из мужского или женского пения и завывания в сопровождении аккордеона, барабана и иногда баса. Он возник в пятейных заведениях рабочих мигрантов из Лесота, пытавшихся расслабиться после работы на шахтах в 1920-х годах. А сейчас он является популярной формой музыки для носителей языка Сесоту. Внедрение рабочей силы на руднике Южной Африки в 1920-х годах привело к развитию ФАМУ. Начиналось все с песен со смычком Сеттало Толо, который мужчины пели на ходу, чередуя смычок, чтобы заполнить припев, а голос в качестве ведущей партии. С появлением европейских музыкальных инструментов были приняты Карасеттино или Кориана аккордеон. Первоначально предпочтение отдавалось гармошке, поскольку на ней можно было играть во время пения и ее было легко носить с собой. Но в конечном итоге предпочтение было отдано аккордеону за его громкий звук, который лучше подходил для танцев. Название ФАМУ произошло от фразы Оре ФАМУ – раздувать ноздри или подбрасывать одежду. Кстати, про одежду. Танцовщицы, которые последовали за мужчинами в Южную Африку и развлекали их в Шибинс, усовершенствовали танец в своих коротких юбках, которые они искусно задирали, обнажая голые ягодицы. Да, танцовщицы были без белья, в этом и фишка. Аккордеон у кого-нибудь есть? В 1963 году реформы южноафриканских правил привели к репортации тысяч женщин. Исполнительниц ФАМУ и Шибинс Дэнсерс были вынуждены вернуться в Лесото. И это способствовало созданию ансамблей, которые дополнились барабанщиками. Барабан Моропа, который они использовали, представлял собой 20-литровую банку из-под смолы, увенчанную куском внутренней трубы в качестве головки барабана, с множеством металлических крышек от бутылок или звякалок, чтобы обеспечить альтернативу грохоту барабана. Сами же барабанные палочки были сделаны из ломтиков шин. Песни в жанре ФАМУ часто относятся к городской жизни, и певцы могут использовать свое пение, чтобы бросить вызов своим коллегам. Твою мать! Уполажался! С 1920-х годов музыкальные компании искали африканскую музыку, которую они могли бы коммерциализировать. И вот на странной звукозаписывающей компании прознали про подобного рода треки, впечатлились этими мотивами, и ФАМУ начал активно развиваться. Из обычной рабочей песни он превратился в популярный и прибыльный музыкальный африканский жанр. Такое быстрое развитие сыграло злую шутку. Ансамбли начали конкурировать между собой. Да так, что из музыкантов они превратились в целые бандитские группировки аккордеонистов. Только представьте себе эти разборки. Предупреждаю, кто будет дергаться, всех перемочим. Мало того, что у них там свой местный версус батл был, и сочиняют они там токсичные песенки с оскорблениями и угрозами в адрес своих оппонентов, так они еще по-настоящему нападают друг на друга. И это кошмар, потому что дела заканчивались убийствами. Местные жители очень напуганы. И вот как они комментируют всю ситуацию. Они приходят в дом в поисках тебя, а тебя там нет. Тогда они убивают жену и детей, уничтожают всех в семье. Из-за музыки ФАМУ деревни превратились в сиротские приюты. Мы имеем дело с этими ФАМУ музыкантами. Они убивают друг друга, поэтому мы обычно ездим в их деревню, чтобы проверить, есть ли там кто-то из наших подозреваемых или нет. Это опасно? Опасно. Они даже убили нескольких наших полицейских. Это настоящие аккордеоновые войны. Такого вы уж точно не ожидали от музыки. Быстрая популяризация музыкального жанра ФАМУ стала как достоянием, так и проклятием для СОТО. Люди были просто к такому не готовы. Кстати, есть и настоящие знаменитости, звезды жанра ФАМУ. Их немало. Так, Масото Чикелло в настоящее время является звездой музыки ФАМУ. В 2006 году Чикелло был удостоен премии Южной Африки в области традиционной музыки как лучший музыкант в категории ФАМУ Мьюзик. А на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Слушайте музыку, которая влияет на вас благотворно. И до встречи в следующем увлекательном видеоролике. Редактор субтитров А.Семкин